Это уже 34-е по счету заседание межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости. Каждый четверг в залах городской и районных администраций проходят итоговые совещания по результатам работы мониторинговых групп. На заседание приглашают руководителей местных предприятий, тех, которые работают, нарушая законы. А именно, не оформляют своих сотрудников, либо оформляют не всех, платят серые зарплаты. И даже умудряются указывать зарплату меньше тарифного для коммерческих предприятий соглашения – ниже 10 770 рублей. Это, конечно, теневая экономика. Это уход от оплаты официальных налогов работодателями. И это большие потери для бюджета. Поэтому этому вопросу глава уделяет особое внимание. А на эти деньги город решает социальные задачи по строительству детских садов, ремонту дорог. Но успехи есть. Благодаря усиленной работе межведомственной комиссии удалось увеличить собираемость налогов. 17 тысяч сочинцев теперь работают по трудовым договорам. А ранее они годами не получали никаких социальных гарантий. Должны быть отчисления в пенсионный фонд, должны быть отчисления в фонд обязательного медицинского страхования у человека. Человек должен быть защищен. У него должны идти пенсионные накопления. И сейчас он с социальным пакетом, и на случай выхода на пенсию. Детальный разговор замглавы Ирина Романец провела с каждым работодателем. Настоятельно рекомендовала в течение двух дней оформить все необходимые трудовые договоры. В противном случае придется оплатить крупный штраф в новом году за одного нетрудоустроенного работника от 20 до 100 тысяч рублей. Сообщили предпринимателям и хорошую новость. Взносы, прежде уплачиваемые отдельно в пенсионный фонд, фонд социального обязательного медицинского страхования, будут объединены в один платеж. Сбором теперь будет заниматься налоговая инспекция. То есть постановки в качестве налогоплательщиков Федеральной налоговой службы достаточно для последующего представления отчетности и уплаты сборов. Это упрощает процедуру постановки на учет, сокращает количество документов, подготавливаемых и направляемых в контролирующие органы. Борьба с серыми зарплатами и неформальной занятостью в Сочи будет продолжена в таком же режиме. Мониторинговые группы будут ежедневно проверять предприятия сфер торговли, ЖКХ, транспорта, строительства бытового сектора. В ближайшее время проверки коснутся всех фитнес-центров курорта. Рината Шипулина, Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.